Девушки отдыхают Как выглядел этот парень? Я мог бы сказать тебе, но тебе придется заплатить за это, мой друг. Каждая информация, которую я сообщу тебе, будет стоить 10 золотых монет. Я больше не хочу слышать об этом. Мне нужна информация. Как выглядел этот парень? Ну, он довольно высокий, темнокожий, не сильный. Он не носит униформы. Какой-то он зловещий. А его лицо? Его лицо. Когда он глядел на меня, я был рад, что он пришел не за мной. В его глазах было что-то пугающее. Ну, как быть-то ни было, я думаю, ты должен пойти повидаться с ним. Это должно быть интересно. Да, весь вопрос в том, для кого. Все об этом знают. Кто сказал тебе это? Я бы так не смог. Это все слухи. Я даже не знал об этом. Не говори, что ты не знал этого. Никому это не интересно. Нет ничего нового. Где ты это услышал? Нет, этого я тебе скажу. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Ты пожалеешь об этом. Мы еще встретим. Нам остается только ждать. Тебе должно быть чай этого беднягу. Я не верю в это. Я слышала другое. Все будет только смешно. Я ей больше ничего не скажу. Я не верю в это. Ты уже знаешь, что я думаю. Не говори, что ты не знал. Где ты это услышал? Лучше не говори. Кто сказал тебе это? Я сам получаю. Кто это сказал? Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Кто-то должен вернуть. Ничто не изменит это. Не будет. Это не удивляет. Эй, ты! Привет, сухопутная крыса. Похоже, ты сейчас на мели. У тебя жабры какие-то бледные. Не бери в голову, парень. Все, что тебе нужно, это крепкий морской бриз. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. Что ты делаешь здесь? Когда я был еще юношей, я отправился странствовать по морягам и пережил много сильных штормов. Но много лет назад я сел здесь и с тех пор работал смотрителем маяка Хориниса. В этом нет ничего сложного совсем. Но этот старый маяк стал мне родным домом. Но я так давно уже не был в нем. Почему? Тех пор, как эти подонки захватили мой маяк, я не осмеливаюсь подойти к нему ближе, чем на 20 футов. Это очень плохие люди. Они преступники из долины рудников. Понимаешь? По другую сторону гор раздался оглушительный взрыв. А затем они налетели на эту землю, как мухи на дерьмо. Теперь они скрываются здесь повсюду, даже на моем маяке. Я думаю, они поджидают корабль, на котором могли бы уплыть. Ага! Пусть плывут! Куда хотят. Тогда, по крайней мере, они уберутся с моего маяка. Как будто у меня без того проблем не хватает. Ты часто бываешь в городе? Я всегда говорю, город настолько хорош, насколько хорош его порт. Порт — это ворота в мир. Здесь все встречаются. И все начинается здесь. А когда в порту царит запустение, город неминуемо ждет та же участь. Так может продолжаться вечность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ай, ты недавно в этом городе, да? Да. А ты? Я приплыл с материка, и вот теперь болтаюсь здесь без дела. У меня почти закончились деньги, поэтому, похоже, мне ничего другого не остаётся, кроме как поступить в ополчение. Но я не хочу делать этого. Я не хочу, чтобы меня убили орки, когда я буду сражаться за короля. Слышал что-нибудь интересное? Можно сказать и так. Говорят, Боспер, мастер-лучник, был ограблен. Причём самым наглым образом. Вор вломился в его лавку средь бела дня и схватил лук. Боспер побежал за ним вопя. Держи вора! Но вор оказался очень проворным. Я уже подумывал об этом. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Так может продолжаться вечность. Это действительно правда. Он узнал это не от меня. Но он настаивал, что ему лучше знать. Я что-то слышал об этом. Я бы сделал это по-другому. Я слышал, что у тебя что-то украли. Кто сказал тебе это? Вероятно, Барток, да? Ему что, больше нечего было сказать тебе? Ох, ладно. Но если я доберусь до этого ублюдка, никакие молитвы ему не помогут. Я отлучился из своей лавки всего на минуту. А когда вернулся, я увидел только, как он выходил с моим луком на плече. Я тут же позвал стражу, но этот подонок побежал к гавани, и они потеряли его там. Я спустил на них всех собак за это. И стражники обыскали весь портовый квартал. Но ничего не нашли. Бестолочи! Готов поклясться, что мой лук все еще находится где-то в городе. Я поговорил со стражей у обоих городских ворот, но они не видели, чтобы кто-нибудь выходил из города с луком. Когда я доберусь до этого ублюдка? Я думаю, это твой лук. Мой лук! Где ты нашел его? В темной дыре, полный крыс. Надеюсь, у тебя не возникло проблем из-за этого? Нет, мне приходилось делать такое и раньше. Хм, но все же спасибо. Я твой должник. Покажи мне свои товары. С этим уже ничего не поделать. Но Адамас понял, что так не будет. Не могу поверить в это. Он сам бы никогда не дождался. Он все время знал об этом. Я бы сделал это по-другому. Но там, где стоял Адамас, находилось место, где ни у Иноса, ни у Беляра не было силы. В этом месте порядок и хаос были равны. Совсем жизни не стало. Не говори, что ты не знал. Все будет только хуже. Ему лучше заткнуться. Все будет только хуже. Мой можно. Субтитры сделал DimaTorzok